Она всегда поможет и расскажет, научит читать, научит писать. Это человек, который находит выход из любой ситуации. Гордое звание учитель. Несмотря на то, что из ограничительных мер очное обучение во многих школах региона перешло в дистанционное, конкурс профессионального мастерства никто не отменял. Педагоги демонстрируют свое мастерство дистанционно. В этом году в пяти номинациях конкурса примут участие 19 педагогов района. Любой конкурс – это всегда большое и волнительное событие. И для болельщиков, и для членов жюри, и прежде всего для конкурсантов. Делятся своим опытом методическая мастерская. Затем в дистанционном формате проводится мастер-класс. Завтра у нас будут дистанционные уроки учителей. Воспитатели также сегодня представляют свой опыт. И дистанционно представляют занятия с детьми и методический семинар. Впервые в Тобольском районе появилась номинация «Лучший классный руководитель». На эту номинацию заявилось четыре педагога. Это классные мамы и папы, которые помогают становлению наших учащихся. Классные коллективы создают. И находятся ни много ни мало на связи со своими учениками. 24 часа в сутки. Нашим классным руководителям в этом году, наверное, повезло, что все мероприятия проходят дистанционно. Будет менее волнительно для них это. Но и новый формат работы, конечно, очень важен. Как раз все дистанционно, как с ребятишками работают, так и покажут. Наши дети с успехом поступают в высшие и средние учебные заведения. И продолжают показывать хорошие результаты в учебе, в творчестве, в искусстве. Все благодаря тем основам, которые закладываете вы. В этом конкурсе я всем желаю, наверное, большого душевного подъема, креативных идей. Кто станет победителем муниципального этапа конкурса «Учитель года-2022» узнаем 22 февраля. Награждение пройдет в очном формате в селе Малое Зоркальцево. Наталья Китова, Михаил Куричко, Тобольское время.